Спортшкола номер 3 известна в городе как школа бокса. В этом учреждении культивируется кикбоксинг, тайский бокс, рукопашный бой. С полутора тысячным отрядом юных спортсменов в 32 спортивных комплексах работают 40 тренеров, среди которых заслуженные тренеры России, мастера спорта, участники Олимпийских игр. На пятки наставникам уже наступают подопечные. Десяток воспитанников спортивной школы номер 3 с не менее высокими званиями. Победители и призеры чемпионатов страны, Европы. А вот Анастасия Шамонова, лучший боксер 2017 года, стала мастером спорта международного класса. Одолев всех соперниц на чемпионате Европы, Настя получила путевку на первенство мира, а в октябре будет защищать российский триколор на юношеской Олимпиаде в Буэнос-Айресе. Эстафету Анастасии Шамонова передает сочинский тяжелоатлет Вячеслав Яркин. В прошлом году он стал серебряным призером юношеских Олимпийских игр. Ответственность, конечно, чувствуется, но я пока стараюсь об этом не думать и просто тренируюсь. Тренировки сейчас будут становиться все сложнее и сложнее, чтобы подготавливаться к ответственным стартам. Говорят, что это не женственный вид спорта, но я так не считаюсь. Тебе нравится этот вид спорта? Ты должен заниматься. За достижение Анастасии Шамоновой вручили благодарственное письмо от имени главы Сочи и премию в размере 100 тысяч рублей. Руководство города пристально следит за результатами сочинских спортсменов и активно поддерживает спортшколы. Жаловаться нам, в принципе, по большому счету не стоит, потому что глава города особое внимание спорту уделяет и то финансирование, которое выделяется, оно может быть недостаточно в целом для развития спорта, но оно одно из самых больших бюджетов на спорт, он сравним с тем же Краснодаром, где в два раза больше жителей проживает. Поощрять спортсменов за их высокие достижения именно в торжественной обстановке в Сочи стало традицией, как и строительство новых спортивных залов. Так, 1 июня в микрорайоне Бытха откроется новый зал общей физической подготовки.